Саша Стоун, Святослав Коваленко. В общем-то, со стороны выглядит так, как будто бы уличный хулиган зашел в приличный район, чтобы мальчика из благополучной семьи побить. Но не все так просто, потому как Саша Стоун многократный победитель и чемпионата России, и чемпионатов мира по боевому самому, в общем, смешанное единоборство. А ты как раз нигде не занимался, так что здесь не все так однозначно. Но самое главное, вот тебе зачем этот поединок? Я бы ответил, что было, но я так не буду отвечать. Мне интересен любой вызов. Да, действительно, хороший мальчишка с большим опытом, судя по всему, как его здесь объявили. Там четырехдвукратный в России мира первенство. Но меня всегда вдохновляют такие бойцы. У меня нет никакой базы. Я всю жизнь не занимался единоборствами. Начал заниматься только, когда пошла такая движуха. Я думаю, почему бы не залететь? Все говорят, что я колхозник. Я этого не отрицаю. У меня необычная колхозная техника. Но я выигрываю своим колхозом на своем характере выносливость. И всегда соперников выбираю себе по уровню сильнее себя. То есть, если сравнить Сашу, ну, естественно, у него больше знаний в единоборствах, техники и тому подобное. Но я не считаю, что это самое главное. Я технику вообще на один из последних планов ставлю в единоборствах. Самое главное – это выносливость, характер. Насколько я знаю, Святослава еще никто не вырубал. Даже, по-моему, Свят. Слушай, ну, конечно, никто не вырубал. В нокдаун никто не отправлял. Но я и не думаю, что этим человеком будешь ты. Вот это будет как раз первый случай. Как раз прямо на РНТВ. Свят упадет в нокаут. Ну, ты же сам не веришь в то, что говоришь. Ну, честно. Нет, Свят, во втором раунде ты свалишься в нокаут. У меня соперники были посильнее тебя во много раз. Кто? Но они не могли меня… Тарасов, который бегал к тебе. Марат Исаев. Марат не был готов. Я прям уверен, что если бы Марат вышел в полной кондиции, как вот он может, как он дрался там год назад, то мне кажется, он… Год назад мы первый бой с ним провели, я выиграл. Мы с тобой в клетке будем разговаривать. Обязательно после второго раунда. Я готов. Если ты не проиграешь раньше, я тебе буду говорить. Ты с петличкой выйдешь? Ну, Санек, ну где? Где нокаут? Сядь, ты с петличкой, чтобы звук писать нормально, чтобы было. Сразу контент делать, внутри клетки будем. А, контент? Все, хорошо. Сторисы будем снимать под песни твои. Всех приветствую. Я тренер Святослава по борьбе. Несомненно, Александр, мы ваши бои смотрели. Вы просто сделали очень громкое заявление о том, что Святослав упадет во втором раунде. И то, что Марат Исаев был не готов. Первый вопрос к вам. Как вы будете отправдываться перед поклонниками, когда этого не произойдет? Это первое. И второе. А вы готовы к этому поединку? Потому что, когда я смотрел ваши бои, я видел, что вы уже после первого раунда устаете. А я знаю, как работает Святослав. И после первого раунда он только начинает разогреваться. Вот было бы интересно послушать. Посмотрите, наверное, вы как опытный тренер, если бы вы смотрели бои, как вы назвали, то навряд ли бы вы увидели, что во всех своих боях я устаю. Вы посмотрели один единственный бой, когда я вышел без подготовки вообще какой-либо с Пашей Носовым, который был на тот момент тяжелее меня на 12 килограмм. И да, я выдохся, я вообще не спорю, я сдох там после первого раунда. А вы сейчас готовы к поединку? Ну, если я здесь. Бой покажет, спасибо. Если плохой парень зашел в хороший район, но получил от парня из благополучной семьи, это не очень для твоего брутального имиджа контент-мейкера. Что будет тогда? Ты поговори там больше? Мне кажется, что это будет хороший удар по твоему имиджу. У меня вопрос, почему плохой парень явит? Что я плохого сделал? Я где-то себя вызывающе вел, на кого-то газовал, кричал. Если у меня и были конфликты, я только сам оборонялся. Ряд, Свят провокатор. Он провокатор еще тот, но он это делает умно, очень аккуратно и очень так стильно, чтобы это было практически беззаметно. Я дрался с сильными соперниками, которые превосходят меня в технике и по габаритам превосходили меня, и по опыту. У них не получалось, по сути, меня отправить в нокаут, но я не думаю, что у этого мальчишки это получится сделать. Как ты меня выиграешь? Нокаутом в челюсть? Свят, я не буду тебя предупреждать, но сюрприз будет, явно. Я тебе говорю, много сюрпризов готовы. Хорош, ты что говоришь? Много сюрпризов, конечно. Ну не нокаут, ну блин, ну какие нокауты, о чем ты говоришь? Ты кого в нокаут вырубал? Так вот тебя я вырублю. А, я первый буду. Конечно. Саша Стоун, четырехкратный чемпион России по армейскому рукопашному бою и четырехкратный победитель международных соревнований по боевому самбо. Блогер, которого знают миллионы. Сверослав Коваленко, популярный блогер. Он так глубоко погрузился в изучение смешанных единоборств, что сам начал драться. Крепкий духом боец, закаленный уличными нравами. Светослав, Саша, прошу вас. Поскольку за ними стоят миллионы фолловеров, на кону стоит личный бренд. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok